В Евангелии от Матфея с 22-й, с 34-го по 40-й стих написано, а фарисеи, услышав, что он привелся до Киев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобна ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Мы должны признать, что Бог дает нам повеление пребывать в любви, а не совет. Это не совет. Это заповедь, такая же, как и непрелюбодействуй, такая же, как не убей. Это повеление пребывать в Божьей любви, агапе. Это первое, что мы должны признать. Второе, мы должны признать, что все утверждается на законе любви. Так же, как мы называем 10 заповедей законом Моисея, мы должны называть заповедь любви законом Иисуса. И все в Божьем Царстве утверждается на этом законе. Это исполнение всех законов. Если вы пребываете в любви к Богу, этой Божьей любви, агапе, к Богу и людям, будет достаточно для того, чтобы выполнить все требования. Но мы должны понимать, что наша вера не будет работать, если правильно не работает наша любовь. Наша молитва не будет действовать, если правильно не будет действовать наша любовь. Мне кажется, нам нужно сфокусировать свои усилия на том, чтобы наладить свою любовь, и тогда вся наша жизнь наладится. Аминь? Итак, мы говорили о двух величайших силах в жизни. Мы называли их любовь и эгоизм. Раз уж мы говорим о любви в нос, давайте дадим определение любви агапе, потому что именно об этой любви говорится в Библии. Есть Божья любовь агапа, и есть человеческая эмоциональная любовь. Библия говорит о Божьей любви агапе. Так что же такое любовь агапе? Любовь агапе — это любовь, которая исходит от Бога. Это сверхъестественная любовь, и она сверхъестественна, потому что исходит от Бога. И любовь агапе сверхъестественна. Ее не нужно заслуживать. Это любовь безгранична, у нее нет границ. Эта любовь не базируется на нашем мнении. Эта любовь не зависит от эмоций. Любовь агапе — односторонняя. Она не нуждается во взаимности, чтобы осуществить то, что она должна осуществить. Чтобы любить, любовь агапе не нуждается, чтобы ее любили и хорошо к ней относились. Любовь агапе любит, независимо от того, как к ней относятся. Любовь агапе терпит все. Любовь агапе — это Божья любовь, которая любит вопреки. Именно о такой любви говорит Бог, и именно такая любовь была излита в наши сердца, как написано в Римлянам 5.5, где говорится, что Дух Святой пришел и излил Божью любовь в наши сердца. Внутри нас заложена способность любить так, как он заповедал. Из-за любви агапе, которая была излита в наши сердца, вы обладаете способностью любить ваших врагов. В то время, как в нерожденного свыше человека не заложена способность любить своих врагов, так как для этого нужна любовь агапе. Существует и другой тип любви. Это любовь, которую мы видим в современном мире чаще всего. Это человеческая эмоциональная любовь. Человеческая эмоциональная любовь эгоистична. Человеческая эмоциональная любовь печется лишь о себе, и она может любить лишь то, что ей нравится. Человеческая эмоциональная любовь условна. Она имеет ограничения. Ее нужно заслужить. Человеческая эмоциональная любовь не сможет любить, если ее гладить против шерсти. Человеческая эмоциональная любовь зависит от отношения к ней. Зависит от того, как к ней относятся. Человеческая эмоциональная любовь печется о себе. Именно такая любовь и заканчивается разводом, а агапе никогда не завершится разводом. Человеческая эмоциональная любовь основывается на эгоизме, а любовь агапе основывается на Божьей любви. Я еще раз дам определение эгоизма. Эгоизм — это поиск собственной выгоды, собственного удовольствия и исполнения собственных желаний без учета интересов других. Это поиск собственной выгоды, собственного удовольствия и исполнения собственных желаний без учета интересов других. Вот что такое эгоизм. Все для меня. Вот как он отличается от Божьей любви. Божья любовь Агапы ищет выгоды, удовольствия и процветания для другого, забывая о собственных интересах. Вы это можете увидеть в своей маме. Вы часто видели, что ваша мама, забывая о своей усталости и о своих трудностях, заботится о вас. Она покормит вас, даже если ей для этого придется голодать. Это и есть настоящая любовь Агапы. Я хочу показать вам два отрывка из Писания, которые связаны с этими двумя понятиями, эгоизмом и любовью, потому что мы должны увидеть правду о том, как относиться к друг другу. В Иоанна 13 написано, «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Нас отличает от других Божья любовь. Если в нас Божья любовь, то мы настоящие христиане». Теперь откройте Матфея 25, стих 43. «Если вы поняли все, что я говорил вам до сих пор, скажите «Аминь».» Отлично. Матфея 25, 43 стих. «Вот что Иисус говорит здесь. «Был странником, и не приняли Меня. Был наг, и не одели Меня. Болен и в темнице, и не посетили Меня». Очевидно, что эти люди были эгоистами, потому что проигнорировали тот факт, что у другого нет одежды, и он болен, и находится в тюрьме. Это и есть проявление эгоизма. Именно такое отношение производит эгоизм. А теперь откройте 1 Иоанна 3, 17. 1 Иоанна 3, 17. 1 Иоанна 3, 17. 17 стих говорит, «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья». Это касается всех нас. Если Бог был добр к вам, и вы видите, что у другого нет одежды, нет еды, нет крыши над головой, а вы заглушаете свое страдание, как вы можете говорить, что внутри нас пребывает любовь Божья? В расширенном переводе это звучит так, «Но если у человека есть мирские блага, все необходимое для жизни». Вы понимаете, что Бог не требует от нас делать чью-то жизнь еще более роскошной. Не это Он имеет в виду. Я думаю, не все понимают, что такое настоящие нужды. Нужда — это когда нет необходимого для поддержания жизни. И когда мы видим людей, у которых нет необходимого для поддержания жизни, а Бог благословил нас избытком, то как мы можем говорить, что в нас любовь Божья, а сами закрываем свое сердце? Нам нужно исправить это, потому что я вижу, что многие христиане проходят мимо тех, кто находится именно в этой ситуации. Кто-то скажет, «Пусть сначала станут христианами». Не обязательно. Я видел, как за неуплату из дома выселили семью. Дети стояли на обочине дороги. Я не могу просто проехать мимо. Бог благословил меня достатком, поэтому я развернулся и поговорил с отцом семейства, поговорил с семьей и выяснил, что нужно сделать, чтобы поселить их в гостинице, разместить их вещи и так далее. И когда я давал ему деньги, он спросил, «Разве я тебя знаю?» Я сказал, «Не волнуйся, это от Иисуса». Вы обязательно должны говорить это людям, чтобы они знали, что это исходит от Бога. Бог подскажет вам, где нужно остановиться. Он сообщит, когда вы должны быть чувствительными и не проехать мимо, торопясь домой к ужину. Как вы можете говорить, что Божья любовь пребывает в вас? Мы, христиане, проходим мимо чужого горя из-за своей нечувствительности. О, да. Вы это не ощущали, так ведь? Теперь прочтем несколько отрывков из Библии, которые посвящены теме любви. Откройте 1 Коринфянам. Разве не в церкви мир должен найти сострадание? И они найдут его. Они найдут его здесь. Слава Богу! 1 Коринфянам, 10 глава, стих 24. «Никто не ищи своего, но каждый пользе другого». В расширенном переводе это звучит так. «Никто не ищи блага лишь для себя и лишь для своей выгоды, но пусть каждый ищет блага для ближнего своего». Почему Писание повторяет вновь и вновь, что нужно перевести внимание, фокус себя на других? Почему эта тема вновь и вновь возникает? Очевидно, потому что Бог, который ничего не делает без цели, стремится добиться того, чтобы ваше внимание было обращено не на вас, а на других людей. Зачем Он это делает? Бог есть любовь, и потому Он не будет делать ничего вопреки любви. Вчера вечером, читая Писание, я нашел стих, в котором написано, «Не бойтесь проявлять свою любовь, потому что Он говорит, когда мы пребываем в любви, кто может навредить нам?» Аллилуйя, друзья! И Он говорит, для того, чтобы жить долго и счастливо, нельзя, чтобы из наших хуст исходило злословие. То есть, если вам 120 лет, и у вас нет болезней, это потому что у вас добрый язык. Мы должны быть осторожными в использовании языка, потому что если язык больной, то и вся жизнь будет больной. О, слава Иисусу! Теперь откроем филиппийцам вторую главу. Он постоянно говорит нам обращать внимание на других. Скажите громко, «Я не главный». Повернитесь к соседу и скажите, «Главный ты». Он стремится отвести ваше внимание от вас и обратить его на других. Филиппийцам 2, стих 4, «Не о себе только каждый заботься, но каждый о других». В расширенном переводе Библии написано, «Пусть каждый печется не только о своих интересах». Он не против, если вы заботитесь о своих интересах, если вы понимаете, что и у других людей есть тоже свои интересы. Но каждый, каждый, кроме своих интересов, пусть печется об интересах других. Вот что говорит Бог нам. И у Него есть на то причины. В этом у Него есть своя цель. Его цель — освободить нас, избавить от эгоизма, который присущ нам с момента рождения. Я это понял. Все мы — эгоисты с рождения. Люди не рождались эгоистами до тех пор, пока Адам не согрешил. Теперь мы рождаемся эгоистами, и поэтому мы должны родиться свыше, чтобы обрести Божью любовь Агапе и избавиться от эгоизма. Нерожденный свыше человек всегда будет эгоистом, но рожденные свыше имеют Божью любовь Агапе, которую Бог излил на нас. И у нас все для того, чтобы избавиться от эгоизма, ставшего стилем нашей жизни. Давайте кое-что утвердим, и потом продолжим дальше. Мы знаем, Бог есть любовь, правда? Неправильно говорить о Боге, Он любит, Он и есть любовь. Согласны? А сатана — эгоист. Скажите вслух, сатана — эгоист. А Бог есть. Сатана. А Бог есть. И если вы... Я ничего не говорил. Я просто... Было интересно, как вы завершите эту фразу. Если вы эгоистичны... Ладно, давайте просто... Давайте перейдем к самой сути. Основа любого греха в царстве тьмы — это эгоизм. Это основание любого греха. Это основание всякого греха. И грех не может существовать без корня эгоизма. Эгоизм должен присутствовать в человеке для того, чтобы в нем проявлялся грех. Поэтому, вместо того, чтобы стараться избавиться от сквернословия, блуда, разврата и других отдельных грехов, давайте избавимся от корня, из которого произрастают все эти грехи. Давайте займемся основанием. Если вы сможете справиться с эгоизмом, вы сможете справиться со всем остальным. Если вы справитесь с эгоизмом, вы сможете победить нищету и бедность. Если вы с ним справитесь, вы сможете справиться со всем тем, с чем сталкиваетесь каждый день, потому что все это основано на эгоизме, с которым можно справиться. И наоборот Основанием для всех ваших прав в Божьем Царстве является любовь Агапе Все, что Библия называет вашими правами в Божьем Царстве основано на Божьей любви Агапе Потому что бесполезно стараться получить библейские обетования, если вы строите свою жизнь на эгоизме Но если вашим основанием станет любовь Агапе Тогда все, что Бог обещал вам, само вырастет на основании любви Но мы хотели, чтобы обетования выросли из корня эгоизма Так никогда не будет А значит, в жизни нам приходится сталкиваться с двумя основными силами Эгоизмом и любовью А от эгоизма можно избавиться, только пребывая в любви Некоторые из вас сидят и смотрят на меня, склонив голову вот так А разве не все такие? Я вам кое-что покажу Давайте взглянем на источник Взглянем на Люцифера Потому что в самом начале эгоизм был в самом дьяволе Книга Езекииля, 28 глава Кое-что скажу вам Сатана не был нечестивым в начале Поверили бы вы мне, если бы я вам сказал, что он был совершен во всех своих поступках Он обладал совершенной красотой Идеален в прославлении Бога Совершен во всем Представьте себе Езекииля, 28 глава Теперь мы выявим происхождение эгоизма, чтобы вы по-настоящему поняли Чего стремится добиться враг в нашей жизни Искушая вас всякий раз Помните, я говорил вам, что любое искушение направлено на то, чтобы вывести вас из Божьей любви Как он это делает? Он создает ситуации, когда вам легче проявить не любовь, а эгоизм И тогда он может делать с вами все, что пожелает Изекииля, 28 глава, стих 11 И было ко мне слово Господне Сын человеческий, плачь о царе Тирском И скажи ему, так говорит Господь, Бог Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты Друзья, я не знаю, видели ли вы когда-нибудь совершенную красоту? Сегодня я уже говорил церкви, что я был очень близок к тому, чтобы увидеть совершенную красоту в первую брачную ночь с Тефи Это была почти совершенная красота Но кроме того, я не думал, что видел совершенную красоту Задумайтесь об этом Совершенная красота Он был совершен в красоте Ты находился в Эдеме, в саду Божьем Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями Рубин, топаз, алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд, из золота Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего Можете себе представить, что сюда поднялся лидер прославления? Никаких инструментов, никакого хора А он начинает петь и одновременно с этим начинают звучать струнные и духовые инструменты Вот так он был устроен Ему не нужны были инструменты Ему нужно было лишь открыть рот, запеть и все звучало Все это было внутри него Библия говорит о нем в 14 стихе Ты был помазанным Херувимом Итак, Люцифер был помазанным Тогда имя Люцифер было добрым именем Он был помазанным И я поставил тебя на то, чтобы ты был на Святой Горе Божьей и ходил среди огнистых камней Посмотрите 15 стих Ты совершен был в путях твоих И это тот, кого мы называем дьяволом Он был совершен во всех путях своих Со дня сотворения своего, доколе не нашлось в нем беззакония В тот день в нем нашли беззакония Пожалуйста, дамы и господа, поймите, что грех основан на эгоизме Вы не поймете суть греха Вы не узнаете суть беззакония, пока не поймете, что они порождены эгоизмом Если мы находим грех в его жизни, если мы находим беззаконие в его жизни, это доказательство того, что в его жизни есть эгоизм Стих 16 От обширности торговли твоей Внутреннее твое исполнилось неправды И ты согрешил И я извергнул тебя, как нечистого с горы Божьей Изгнал тебя, хирургим осеняющий, из среды огнистых камней От красоты твоей возгордело сердце твое Вот что мы нашли Теперь мы видим, как все началось Он был настолько совершенным Настолько красивым и безупречным Что наверняка, проходя мимо зеркала и видя себя Все его внимание сосредоточилось на нем самом И это поглотило его целиком В книге Исаии в 14-й главе читаем, как он сказал Буду подобен Всевышнему Превыше престола Божьего вознесу престол свой А потом пошел и обманув треть ангелов Заставил их перевести взгляд с Бога на самих себя И когда вы сосредоточены только на себе Появляется основание для греха И я хочу, чтобы вы задали себе вопрос Я в центре своего внимания? Потому что там, где есть эгоизм Там будет грех Там, где есть эгоизм, будет и грех И гордыня — это завышенная самооценка И именно это и было найдено в нем Гордыня Он был занят собой Забыл о других Задумайтесь о том, почему Бог создал вас такими, какие вы есть Бог создал вас такими, какие вы есть Не для вас самих, а для других Бог создал Люцифера прекрасным ангелом Не для его собственной гордости, но для других Точно так же с вами, когда вы ставите себя на первое место Появляется гордость, а может быть и грех И все это началось с Люцифера Конечно, мы знаем, что было дальше Его выгнали И что он говорит? Если меня выгнали с небес Тогда я сделаю все, чтобы первый человек, которого Бог создаст Был тоже изгнан И я буду использовать то же, что было со мной Я заставлю его сфокусироваться на нем самом Давайте откроем бытие и поймем, что случилось Почти открыл Бытие, вторая глава Вы должны это понимать Если вы поймете то, что я сейчас вам покажу Сатане будет труднее атаковать вас Кому из вас пришлось на этой неделе сдавать экзамены по любви Агапы? Ооо, я чуть не ударил ее Ооо, мне пришлось спрятать этот нож Повернитесь к соседу и скажите Сдай экзамен Кто-то скажет, я надеюсь, таких экзаменов у меня не будет Тогда вам лучше бежать отсюда, потому что это опасная проповедь И сатана делает все, чтобы провалить вас Понятно? Давайте откроем бытие, вторую главу Давайте разоблачим его сегодня Бытие, вторая глава 16-18 стих Давайте вместе читаем И заповедал Господь Бог человеку, говоря От всякого дерева в саду ты будешь есть А от дерева познания добра и зла Не ешь от него Ибо в день, в который ты вкусишь от него Смертью умрешь Вот что сказал Господь Он сказал, можете пользоваться любыми деревьями в саду Кроме дерева жизни Этого дерева он сказал не касаться И еще сказал не трогать дерево познания добра и зла Не касаться этих деревьев А теперь откроем третью главу и посмотрим, что произошло со всеми На сцену выходит сатана, и его цель заставить человека нарушить Божью заповедь Стих первый Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог И сказал змей жене Подлинно ли сказал тебе Бог? Примечательно, что Бог говорил с мужчиной, а сатана разговаривал с женщиной Подлинно ли сказал Бог? Не ешьте ни от какого дерева в раю Сказал ли он это? И второй стих женщина сказала Плоды с дерев мы можем есть Только плодов дерева, которые среди рая Сказал Бог Не ешьте их и не прикасайтесь к ним Чтобы вам не умереть А теперь, дамы и господа, послушайте Послушайте меня внимательно Для того, чтобы заставить вас сделать что-то против Бога Сатане нужно сделать вот что Вообще-то ему нужно надавить на вас в двух сферах Ему нужно оказать давление на вас в сфере мышления и эмоций Для того, чтобы заставить вас пойти против Бога Поймите, ваши эмоции идут вслед за вашими мыслями Ваши мысли показывают у вас какие-то чувства Если ваши мысли соответствуют Божьему слову Тогда и ваши эмоции будут соответствовать Божьему слову Итак, если их мышления соответствуют Божьему слову Они считают, что могут есть плоды всех деревьев в саду, кроме одного И теперь, сатане, для того, чтобы поколебать их Нужно изменить их мышление Заставить их мыслить иначе Если ему удастся заставить их думать не так, как говорит Бог Вовлечь в это их эмоции, подкинув иную мысль Тогда давление на мышление и эмоции Заставит их пойти против Бога Все поступки сатаны направлены на то, чтобы заставить вас думать Вопреки Божьему слову А если вы не будете думать в согласии с Божьим словом Тогда сатана использует ваши эмоции, чтобы заставить вас думать так и делать то, что он хочет Вот как это действует Заметьте, как он начинает их обрабатывать Они знали, что им сказал Бог И твердо стояли на этом Смотрите, что он сделал сначала Стих 4 И сказал змей жене Нет, не умрете Так, а что сказал Бог? Умрешь А если подбросить мысль, противоречащую сказанному Нет, не умрете Теперь они это услышали Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши И вы будете как боги, знающие добро и зло Сатана пытается изменить ход ваших мыслей И что происходит? Их мышление вот-вот изменится И эмоции уже на старте И увидела жена, что дерево хорошо для пищи Так теперь оно хорошо для пищи Оно уже увлекло ее И что оно приятно для глаз и вожделенно И вдруг оно возжелало дерево, которое раньше ее совершенно не интересовало Потому что она была настроена на то, чтобы не трогать его Значит, поначалу нет эмоционального желания Но приходит дьявол и говорит Прикоснись к дереву, ты не умрешь Ты станешь как бог, знающий добро и зло И она вдруг начинает желать то, что раньше ее совсем не интересовало Потому что дает знания И взяла плодов его И ела И дала также мужу своему И он ел А этот парень должен был топнуть ногой Он знал, что Бог повелел ему Бог напрямую говорил с Адамом Вы это видели? Бог повелел ему этого не делать А он идет на поводу у своей жены Которую сатана соблазнил Чье мышление изменилось И теперь мышление их обоих изменилось И теперь они желают того, чего желать не должны Что он сделал? Он обратил их желание мышления на то, что Бог им запретил И они начали желать этого Потому что обратили на это внимание То, на что вы обращаете внимание больше всего То и будете желать больше всего Это хорошая проповедь И вы видите, что произошло? Они пошли у дьявола на поводу И поставили себя в центре своего внимания Вот что я могу взять себе Это эгоизм Я могу стать мудрее, если съем это Я буду различать добро и зло Эгоизм Дьяволу понадобилось лишь сделать так Чтобы они обратили внимание на себя самих И их эгоизм привел их к греху Потому что эгоизм всегда ведет К нарушению Божьих заповедей Он заставил их сконцентрировать Своё внимание на себе Послушайте Посмотрите на то, что он делает Ему нужно лишь сделать так Чтобы в фокусе вашего внимания были лишь вы Вы спаслись, осветились, исполнились Святого Духа Крестились огнем Иисус теперь за вас Но вы до сих пор в центре своего внимания Чем вы отличаетесь от грешника? Вы слушаете меня? А теперь давайте копнем глубже И открылись глаза у них обоих И узнали они, что наги И сшили смоковные листья И сделали себе опоясание Обратите внимание, друзья Вы заметили, что всё, что рождается на планете Рождается с одеянием? У всех созданий есть своё одеяние Медведю не нужно идти в магазин одежды Чтобы купить шубу себе на зиму У него уже есть шуба Вы со мной? Думаете, Бог бы обидел человека? Нет У человека было естественное одеяние Так же, как и у других животных Но что эта одежда из себя представляла? Его природным одеянием была Божья слава Его природным одеянием было Божье присутствие Аллилуйя Они были настолько сфокусированы на Боге И Его присутствии Что не обращали внимания на себя Но когда они услышали И когда их внимание переключилось с Бога на себя Они заметили, что были нагими И им пришлось пойти и найти что-то Чтобы прикрыть свою ноготу Потому что теперь для них действовал первый закон эгоизма Закон самосохранения Теперь нужно делать всё для самосохранения Нужно прикрыть себя Так всегда поступает эгоизм Эгоизм всегда стремится прикрыть себя Пожалуйста, поймите Если есть эгоизм, то проявляется страх А когда проявляется страх То он будет выражаться в гневе И когда вы на что-то злитесь Не спрашивайте, почему вы злитесь Спросите себя, почему вы боитесь Когда вам страшно Вы стараетесь прикрыть и защитить себя Слава Богу И когда ваша жена берет вашу кредитную карточку А затем два часа пропадает в торговом центре Вы злитесь не потому, что её нет два часа А потому, что не знаете, сколько денег она потратила за это время Вы боитесь, что не сможете покрыть её траты И они лягут на вас бременем Гнев — это следствие эгоизма Гнев — это следствие эгоизма Страх — это порождение эгоизма Вы понимаете меня? Итак, им нужно было прикрыть себя из-за эгоизма До этого им не было нужды прикрываться Не было совсем Не было Потому что их внимание было обращено не на них А на кого-то другого А теперь посмотрите на это Итак, они согрешили Посмотрите стих 8 И услышали голос Господа, ходящего в раю Во время прохлады дня И скрылся Адам и жена его От лица Господа Бога между деревьями Каждый день они пребывали в Божьем присутствии Но когда человек становится эгоистом Его больше не волнует Божье присутствие Они начинают избегать общения с Богом Теперь они прячутся, потому что им страшно Потому что они наги Теперь они пытаются защитить себя от Божьего присутствия А ведь до этого они каждый день общались с Богом в саду А теперь они прячутся от Него Именно так и поступает большинство людей, когда впадают в грех Они перестают ходить в церковь Они скрываются от Божьего присутствия Они становятся эгоистами Они прелюбодействовали Или что-то в этом роде И теперь боятся, что кто-то об этом узнает И поэтому перестают ходить в церковь И скрываются от Божьего присутствия Вместо того, чтобы бежать в Божье присутствие Что было бы, если бы они побежали в Божье присутствие И сказали, Господи, прости, я согрешил Я больше не хочу ставить себя в центр своего внимания Избавь меня от эгоизма Наша жизнь не была бы такой трудной Если бы Адаму хватило мужества поступить именно так Ладно Стих 9 И возвал Господь Бог к Адаму И сказал ему, где ты? Представьте себе Бог говорит, где ты, друг мой? Разве ты забыл, что сейчас время нашей встречи? Где ты? Где ты? Посмотрите И он сказал Голос твой я услышал в раю И убоялся Вот вам и страх Убоялся, потому что я наг И скрылся Обратите внимание на ответ Бога И сказал Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Вот именно это я и называю вопросом бытия Кто сказал тебе, что ты наг? Это не твои мысли С кем ты разговаривал? Тот, с кем вы разговариваете, формирует ваше мышление С кем вы разговаривали? Вопрос бытия звучит и сегодня Кто-то из вас говорит, я буду таким же нищим, как и отец Кто это сказал? С кем вы разговаривали? Кто внушил вам, что вы будете нищим, как и ваш отец? О, я умру от этой болезни С кем вы разговаривали? Кто внушил вам, что эта болезнь убьет вас? О, я никогда не буду жить в своем доме Я застрял в малогабаритной квартире на всю жизнь Кто сказал вам это? С кем вы разговаривали? Моя семья развалится, как и семья моих родителей Кто сказал вам это? С кем вы разговаривали? Вот что, друзья мои, мы разговариваем не с теми, с кем следует, и позволяем им вкладывать в нас неправильные мысли и формировать наше мышление. С кем вы разговаривали? Кто сказал вам, что вы будете несчастны всю жизнь, будете нищим, будете ненавидеть жизнь, ничего не добьетесь в этой жизни? Вы общались с теми, кто общается с дьяволом. Я вам этого не говорил. Я сказал вам о том, что вы исцелены. Я говорил о том, что вы успешны. Я говорил вам о том, что вы победители. С кем вы разговаривали? Аминь. С кем вы общаетесь? С какой-то старухой в салоне красоты, которая рассказывает вам о своих четырех разводах, в результате чего вы возвращаетесь домой в страхе, потому что нет, что вошло в ваше мышление. Вы не общаетесь с людьми, которые говорят вам о хорошем, которые говорят вам о здравом, которые говорят вам о Божьем Слове. Вы предпочитаете общаться с какой-то старухой, которая не знает, как сделать свой брак успешным, и вернувшись домой, вы начинаете смотреть на своего мужа с подозрением. С кем вы поговорили? С кем вы общаетесь? Почему вы больше не ходите в церковь? С кем вы разговаривали? Чем они забили вашу голову? Те, кто разговаривает с вами в парикмахерской. Ты видела новую машину твоего пастора? Кажется, он подворовывает. С кем вы разговаривали? Потому что ваши собеседники формируют ваше мышление, а вслед за мыслями и идут и эмоции. И заставляют вас двигаться в определенном направлении. Именно так бывает и происходит каждый день. Каждый день вам приходится делать выбор. Каждый день вам придется принимать решения. Не думайте, что мне так одиноко, и поэтому я пойду к ним. Зачем тебе водиться с этими? Да? Библия учит нас молиться на языках, пребывать в любви. Аминь. Разве это кому-то интересно? Они скрылись. И Бог сказал, «Я не знаю, с кем ты говорил, но тот, с кем ты говорил, изменил твое умышление, и твои эмоции пошли следом. Ты согрешил. И теперь все будут рождаться такими, как ты решил стать сейчас». Знаете, что проклятие в тот день не было проклятием греха. Это проклятие было проклятием эгоизма. Это проклятие власти эмоций над нами. Он впервые позволил своим эмоциям завладеть его жизнью, и это увело его в сторону от Бога. То проклятие было проклятием эгоизма. И с того момента все люди рождались эгоистами, грешниками и нечестивцами. Все люди. Поэтому даже младенец — эгоист, потому что рождается эгоистом. Поэтому мы все эгоисты, потому что родились эгоистами. Единственная возможность избавиться от этого проклятия — родиться свыше. И позволить любви Агапе заменить эгоизм, и Агапе выведет нас из эгоизма. Именно поэтому дьявол против того, чтобы вы слышали проповедь о любви Агапе, именно поэтому он делает все, чтобы учение о любви выглядело слабым учением. Именно поэтому вас клонит ко сну, и вы начинаете клевать носом, когда речь заходит о любви Агапе. Потому что если вы сможете понять сущность любви Агапе и начнете пребывать в этой любви, вы сможете выйти из эгоизма, отберете у дьявола возможность приносить в вашу жизнь грех. у него не будет для этого основания. У него не будет возможности удерживать вас в нищете, болезни, в разводе, в непрощении, горечи, поражать вас раком и стрессами, потому что стресс бывает только тогда, когда вы эгоистичны. Но когда вы понимаете, что главное не вы, а вы говорите, «Господи, я возлагаю все заботы на тебя, потому что ты печешься обо мне», «О-о-о-о! Это я понял! Я буду жить соответственно!» Это как «Да и Аминь!» Попался дьявол! Теперь я все понял! Все эти годы я искал и теперь наконец-то нашел! Конец походу! Все! Лагерь разобьем здесь! Останусь здесь! Не нужно проповедовать о другом! Пока хорошо не поймем этого! И когда мы это поймем, все остальное в жизни наладится, потому что в ней будет любовь Агапе! Вот что происходило! О! О, мэн! Я не знаю, что вы думаете, но мне приятно, по крайней мере, знать, что происходит вокруг меня, а не спрашивать себя, «Я не знаю, почему я так поступил», или «Я не знаю, почему я ему ответил», «Я не знаю, почему я себя так ощущаю». «Я объясню, почему». А дьявол кричит, «Нет, нет, заткните ему рот! Нет! Убейте его! Убейте его! Пусть у него будет сердечный приступ! Он не тронет меня, потому что у меня за плечами два огромных ангела! Он ничего не сможет сделать сейчас! Я не боюсь! Моя жизнь ничего не значит для меня! Я отдал эту жизнь для того, чтобы приобрести высшую жизнь! О, слава, слава, слава! Аллилуйя! Спасибо, Иисус! Теперь, после того, как я родился свыше, любовь Агапе во мне уводит меня от эгоизма. Завоевывая себя, я завоевываю жизнь. Да, да, да! Аминь! Это не тема для проповеди на больших конференциях, ведь там нужно развлекать людей. Но если вам надоело терпеть одно поражение за другим, и если у вас нет денег на психотерапевта, тогда есть возможность избавиться от этого беспорядка, который вы создали в своей жизни. У вас трудности в семейной жизни? У вас все наладится! Просто посвятите себя друг другу. Что бы другой ни делал, это не заставит меня перестать любить его. «Любимая, я смогу снести все». А вы своему мужу «Любимый, я смогу перенести все». Никто никуда не уйдет. Мы останемся в этом доме. Скажите себе, «Я просто эгоист!» И признайте, что вы эгоистичны. Но в этот раз вы скажете себе, «В чем проблема?» Пусть мой эгоизм совершит самоубийство, и я увижу, как все начнет исправляться. Все исправляется, когда вы сходите с пьедестала и начинаете пребывать в любви Агаппе, вы перестаете обращать внимание на обиды. Вы просто смотрите на нее и говорите, «Знаешь что? У меня нет времени на эту глупость. Я все равно буду любить тебя, понятно?» Я не позволю, чтобы твой глупый поступок помешал мне жить полной счастливой жизнью, понимаешь? Не обращай внимания. «Ну и что, что ты интересуешься другими?» «Ну ладно, ладно, теперь ты чувствуешь себя моложе». «Теперь ты чувствуешь себя моложе». «Но все равно буду любить тебя!» «Буду любить тебя!» «Буду любить тебя все равно!» «Бог позаботится обо мне!» «Аллилуйя!» И он будет счастлив. Он попытается найти женщину, похожую на вас. Он думает, что у соседа дрова зеленее. Но это не так. Тот же эгоизм, который разрушил старые отношения, разрушит и новые. Ты будешь петь, как Блюзмен Кинг. «Мне кажется, увеличение прошло». «Увеличение прошло». «О, проснись и пой». «Ладно, ладно. Дальше. Где мы?» «Хорошо». Посмотрите, что Бог делает дальше. В 12 стихе. Бог спрашивает, что случилось. Но Адам не берет на себя ответственность. Он сказал, «Жена, которую ты дал мне, вся проблема в ней, если бы не она, я бы не съел этот плод. Я не просил ее ставить предо мной эту дыню». Он отказался ответить за свой поступок. Когда Бог возлагает на вас ответственность, вы должны принять ее. Он есть Агапе. Он любящий и прощающий Бог. Мне интересно, что бы произошло, если бы в следующем стихе было написано, «И Адам покаялся и признал свою ответственность». Почему он не покаялся? Он был слишком занят, обвиняя женщину, вместо того, чтобы взять ответственность за свой поступок, как должен был сделать настоящий мужчина. Послушайте меня, господа. Настоящий мужчина, вы не станете настоящим мужчиной, если в вас не проявится характер Христа. Откуда вы взяли свое определение слова «мужчина»? Наверное, у своего отца, который сам не знал, что это такое. А тот у своего, который тоже не знал. Я вам скажу, что это значит быть мужчиной. Быть мужчиной не значит просто родиться ребенком мужского пола. Быть мужчиной не значит родиться мальчиком. Быть мужчиной значит быть подобным Христу. А какой Христос? Он подобен плоду Духа. Откуда приходят плоды Духа? Из любви Агаппы. И если вы не вложите в своего сына принципов Агаппы, и если вы не воспитаете в нем характер Христа, из него не вырастет мужчина. Он мужского пола. Он не лучше животного, потому что он будет исполнять свои эгостичные желания, потому что он не будет мужчиной, пока Бог не вдохнет в него дыхание жизни, и он не станет душою живою. Задумайтесь о том, что мы делаем с нашими сыновьями. Именно поэтому женщины стали опорой общества, потому что мы не воспитывали мужчин. Мы воспитывали головорезов и хлыщей. Моя тетя однажды сказала мне, «Я никогда не забуду, когда мне было 12 лет». Она сказала, «Тебе скоро будет 13, и если у тебя не будет женщины, я тебе ее куплю». Я подумал, «Ух ты! Становиться мужчиной забавно! Но это не делает нас мужчинами. Возьмитесь за ум. Вы загоняете своих сыновей в рабство? Иди в этот дом и развлекайся. Даже если будут дети, тебе не нужно будет о них заботиться». Сегодня полно таких мужчин-жеребцов, которые живут сначала с одной женщиной, потом с другой женщиной.